Приветствую вас, дорогие! Это Екатерина Самойлова, канал «Всё в тебе!» И сегодня у меня в гостях человек, который бесконечно вызывает трепет в моём сердце, Екатерина Иноземцева, и у нас сегодня будет очень глубокая, интересная беседа, потому что для меня Катя человек, который прошёл столько всего, что кому-то даже рядом не удаётся пройти за жизнь, а Катюша за несколько лет прошла огромный опыт. Но начиная с самого начала, как мне тебя представить, в твоём пути уже было столько разных ролей, то есть ты была колумнист Forbes на каком-то этапе, выступала на TEDx, ты основала свою школу Free Publicity, создавала школу на Бали Аксель детскую, теперь у тебя проект «Семейная кухня». Я уверена, что я ещё не всё назвала. Какие ещё у тебя были роли, и как ты сейчас себя идентифицируешь? Как было бы правильно сейчас себя представить, как ты это чувствуешь? Спасибо, Катюша, за приглашение, и спасибо за возможность раскрыться, поговорить об этом, и, может быть, в том числе показать твоим зрителям и слушателям, что все роли одинаково хороши, и что в процессе жизни это нормально, их выбирать, преобразовывать, где-то, может быть, ими жонглировать, проходить какие-то важные циклы, и что мы не можем за всю жизнь оставаться только в одной роли, например, предпринимателя или основателя, или только жены, или матери, или просто хозяйки, или личности, и что самое главное и ценное, это вовремя эти роли менять, рассматривать вот как такие драгоценные кристаллы, и идти дальше, и проходить весь тот путь, который задуман на нашей душе. И возвращаясь к моему вопросу, а что еще, может быть, я могла бы о себе рассказать, или какие проекты ты не вспомнила, ну, зайду с предпринимательской роли, или такой роли, для меня это всегда роль творца, так сложилось, что мы почти все проекты делали в партнерстве с мужем, и даже астрологически у нас интересно на прямо кармическом таком уровне, задач душ основное наше взаимодействие, основные плоды приносят именно партнерство. То есть, когда мы вместе путешествуем, строим бизнес, что-то создаем, тогда нам обоим идет успех, слава, признание, какая-то реализация, что такое основное наше предназначение, как именно семейные пары, союза, не семьи с детьми, а именно союза двух душ, это творить что-то в сотворчестве. И у нас был, например, такой нашумевший проект «Деостров», бизнес-квесты и приключения для холостых и свободных бизнесменов и девушек, он случился, ого, аж 8 лет назад, и основная задача была пригласить незамужних девушек и незамужних успешных мужчин, и за счет совместных приключений, испытаний, привести их к совместному выбору. И вот так мы стали, можно сказать, с крестными мамой и папой около 10 пар, которые сложились после этого приключения, это был необитаемый остров на Мальдивах, там реально люди выживали, разводили огонь без спичек, добывали сами рыбу, мурен кормили там живыми, ну то есть самые разные, при этом ели с фарфоровой посуды на новогоднюю ночь, ну то есть такой формат, который потом через несколько лет стал известен как глэмпинг, а мы вот были практически такими пионерами-новаторами, которые такой выживальческий кэмп устроили. И самое для меня потрясающее, что благодаря этому родилось больше 10 деток, и даже кому-то мы из них действительно крестные родители, и вот для меня это, конечно, такая большая ценность, но тоже по всем нашим плоттонианским векторам, что где жизнь, там рождение, что вот таким образом мы как будто поспособствовали рождению большему числу детишек, приходу большему числу душ на земле. У нас была студия йоги, балета и шпагата, тоже когда этим еще никто не увлекался, а в центре Москвы, и мы там буквально жили, то есть в момент открытия, это, знаешь, совпало с расцветом онлайн-маркетинга, вообще только с началом онлайн-маркетинга в России, и мы делали первые лендинги, посадочные страницы для того, чтобы продвинуть, значит, эти занятия. И там, я помню, 16 лендингов у нас было, там мы смотрели, а бы тестирование, как лучше подавать шпагат, балет, и проводили там лектории. У нас выступали интересные спикеры, там Артем Агабеков, «Люби то, что делаешь», Елена Калмыкова, директор Музея предпринимательства, ну то есть вот как будто бы уже тогда нам хотелось собирать такие интересные смысловые сюжеты и лекции, вот, хотя пространство было не очень большим, но вот такой проект у нас тоже был. И да, ты права, что, кажется, смотришь назад, такой большой путь, а смотрю сейчас, и так интересно вспоминать, неужели это все я, неужели это все мои роли. Да, ты знаешь, я слышала, я слышала, конечно, про остров, но я не знала, что это с вами как-то связано. Точно так же, как когда-то несколько лет назад я читала статью про создание семьи, твою, Форбс, и тогда я тебя не знала, у меня даже не отпечаталось имя автора, но я впечатлилась самим подходом. Вот, и потом, когда я поняла, что вот мы с тобой здесь познакомились, и это была именно твоя статья, у меня прям такое удивление вызвало. И сейчас то же самое, то есть ты рассказываешь о вещах. Кстати, про шпагат. Я помню, что у тебя самой прекрасная растяжка, ты до сих пор можешь похвастаться шпагатом. Да. Ва, как круто, супер. Но вообще сейчас основная твоя роль, насколько я знаю, она, возможно, даже более важная, чем все предыдущие, это мама, да, то есть ты сейчас многодетная мама, у тебя трое прекрасных дочек, и причем младшая еще достаточно маленькая. Да, 10 месяцев будем отмечать на выходных как раз. Да, потрясающе. Как ты проживал этот переход для многих женщин, ну, достаточно болезненный, из проявленности, такой вот звездности определенной, да, потому что, ну, вот тот же Free Publicity гремел достаточно масштабно, вы приглашали таких известных личностей, да, конференций и так далее, и вдруг ты ушла полностью от материнства, ну, ты, конечно, совпала с переездами и так далее. Легко ли ты переключила эти роли, или было сопротивление, борьба, и как у многих женщин таких проявленных это возникает? Второй вариант. Ну, я, конечно, говорила, что первый. То есть есть сопротивление на уровне вот этого социального предназначения, социальных рамок, и на уровне души, духа и какой-то взрослой такой своей мудрости. Я, конечно, говорю, что сама себе, что это легко, и что это мой сознательный выбор, и при этом все равно внутри местами возникает конфликт. И это нормально, и это прекрасно, и, мне кажется, самое замечательное, что мы можем сделать по отношению к себе, это дать себе осознанно этот конфликт проживать и делать выбор, и этот выбор себе присваивать. Я хочу немножко забежать назад в прошлое и рассказать тебе о том выборе, который я делала 7 лет назад, когда у меня родилась Василиса, почти 8 лет назад. Это была первая моя дочка, и мне было около 30, как раз это был такой, знаешь, не расцвет, а только пик, знаешь, как будто взлетная полоса Фри поблизости скол, только началось наше вот это онлайн-дело. То есть в 2014 мы начали, в 2016 родилась Василиса. И чтобы ты поняла просто в цифрах, логической стороной ума, она родилась, и через 7 дней я уже побежала, через 10 дней я села на шпагат. Ну, то есть к вопросу про послеродовое восстановление, сохранность мышц тазового дна и все причитающиеся релаксин, который там хлещет еще пару месяцев. Конечно, мне все это говорили, но я совершенно не хотела этого слушать, и у меня была задача внутренняя какая-то, скорее вернуться в форму, как будто доказать себе, что вот в эту форму, там, физическую, социальную, реализованную, я должна вернуться любыми силами как можно скорее. И на 10-й день я вела вебинар, вела я его примерно так, ну, то есть он был уже назначен, потому что у меня уже шли тогда курсы активно, и под окном дежурила с завертывшим кулечком моя мама, которая, значит, держала Василису, кричащую все 2,5 часа вебинара, потому что, ну, невозможно было на 10-й день, невозможно договориться с ребенком, ну, никак, просто и рассчитать, что там будет. Вот, и, как говорит мама, да, она запомнила этот опыт на всю жизнь, ну, а я этот вебинар запомнила тоже, не было в нем никакой такой сакральной или сокровенной значимости, и, конечно, можно было его просто отменить или перенести, но вот тогда мне это казалось очень важным. Более того, на третью неделю мы поехали всей семьей, я поехала в Питер, это тоже была как бы назначенная командировка и мое выступление, соответственно, с трехнедельным младенцем, и мне тоже казалось это классным и замечательным, и почему бы и нет, я же такая же. Такая современная мама активная. Да, ну, с одной рукой, значит, младенца, с другой рукой, там, мужа и маму. Ну, что я могу сказать сейчас, оглядываясь на этот опыт тогда? Это был тоже выбор, и это было очень осознанно, и тогда мне было важно показать себе, что с рождением ребенка как будто бы ничего не изменилось, как будто бы я все такая же и могу так же реализовываться, и мне не нужно делать этого выбора. Каково было мое удивление, когда спустя пару лет, когда мы уже ждали Ясну, вторую дочку, у меня произошел совершенно другой переворот, то есть мне, наоборот, захотелось уделить время себе и пройти полностью послеродовое восстановление так, как это полагается, и дочка у меня потянула нас на Бали, мы жили тогда в Штатах, в Лос-Анджелесе, ты знаешь, как будто такая самая прямо центр, такой эпицентр бизнеса, творчества, и вот оттуда нас потянуло прямо на другую сторону земли, на Бали, и там как раз родилась дома, воду, такие домашние, естественные роды. Вот, очень красиво, невозможно, у меня была Даула, которая обо мне заботилась, и тогда я уже 10 дней не выходила из дома в прямом смысле после родов, 40 дней восстанавливалась и так далее, и это было совсем другое, это уже было постижение своей женской сути, про позволение себе, а что, если вот так, а что, если я вообще не выйду в люди, у нас тогда, это как раз зимнее время, когда у нас традиционно случалась зимняя конференция Аксель, моего мужа, партнера, когда приезжало много прямо людей, и, ну, как будто бы мне тоже нужно было быть рядом с мужем, хозяйкой, я даже была заявлена в спикерах, и каково было, мне стоило больших трудов снять себя прямо из списка спикеров, сказать, нет, я не буду выступать, я хочу это время провести с новорожденной дочкой. И вот еще проходит несколько лет, и третья дочка, которая приводит нас уже в Мексику, будучи потомком майянской цивилизации, как мне кажется, и это вообще был другой опыт, опыт, про который вообще мало кто знал, то есть я совершенно не рассказывала о своей беременности, и мне кажется, малышам мы показали только, когда вообще я уже прожила четвертый триместр до нашего, когда, соответственно, малышу уже исполнилось три месяца, и вот как-то мы там только показали в Инстаграме, что, о, у нас еще родилась дочка. И вот интересно, и это все путь, и это все такая трансформация, которую в моменте невозможно сказать, что вот все, выбор сделан, ну вот я вернусь к тому, с чего начала. Да, конфликт это настолько нормально, вся наша природа человеческая здесь, в этом земном воплощении, она, мне кажется, слегонца с конфликтом. Она основана на нем, в какой-то степени. Такая диалектика, что вроде бы я выбрала быть матерью, а в то же самое время мне хочется, ну там, какое-то там признание, служение, отдавание вовне. Вроде бы как я реализуюсь на сцене, а при этом мне хочется, наоборот, сбежать в дом и побыть просто в пространстве, заобнимать девчонок и никуда не выходить. И вот, наверное, говоря об этом вот так же публично, открыто, на твоей площадке, в интервью, мне кажется, мы можем помочь тем, кто тоже думает, а какой выбор мне сделать, просто его как-то делать, его как-то проходить, давать себе возможность это проживать. Вот интересный такой вопрос для меня тоже, как исследователя. На мой взгляд, поведение даже мамы отчасти определяется ребёнком, его душой, его задачей, его энергией. Вот ты сейчас наблюдаю, девочек, можешь ли сказать, что вот та, какая ты была со старшей дочкой, коррелирует с тем, какая она? Видишь, ты такие вещи? Сто процентов. И спасибо, что ты об этом говоришь. Мне кажется, мамам это будет очень полезно услышать и прямо прочувствовать, что ребёнок неслучайно выбирает родителей, и он их выбирает как такой индикатор или тест в текущую единицу времени. То есть я 7 лет назад, 5 лет назад, и вот сейчас, родив третью дочку, совершенно разные, и семья наша разная. То есть это как будто разные дети приходят в разную семью. Да, и у них есть свои задачи, и под эти задачи они проживают себя, и мама вроде проживает себя, но это договор с этой душой тоже. Сто процентов. Поэтому тут ещё вот не винить себя, иногда где-то снять с себя вот это чувство вины, как у большинства мам оно есть, да, что вот этой дочке или там этому ребёнку я уделил достаточно внимания, но этот ребёнок знал, куда шёл тоже. Да. И так должно было быть. Ты знаешь, у меня есть такой способ или, может быть, находка, инструмент, я вот тоже хочу поделиться, может быть, это будет полезно. Мамочкам, которые нас слушают, как только у меня приходил ребёнок, я его тестировала, может, как-то показаться таким прямолинейным, но сейчас объясню, всеми возможными способами. Вот знаешь, когда пришла первая Василиса, первое, что сделал Дима, приняв её и оставив нас в роддоме, она появилась в роддоме, он поехал на встречу с нашим астрологом прямо живую, чтобы тут же разобрать натальную карту, получить рекомендации, и он вернулся к нам туда, уже понимая, вот что же это за душа в эту конкретную там 7.05 по московскому утру. Какой продвинутый папа вообще. Дай бог каждому. Да, у меня мурашки прям. И это интересно, что ты можешь сразу, ну, конечно, не надо там всё тоже ставить на натальную карту, потому что есть много разных других инструментов, там, а что это за человек по human design, а что это за нумерология, что это за душа с точки зрения нумерологии, а какие другие, ну, то есть систем много, и мне кажется, не так важно, с какой мы тестируем или смотрим, это скорее инструменты разобраться, а какие задачи мы можем помочь ей воплотить, реализовать, пройти, и какие уроки она нам принесла, потому что они же все нам великие учителя. Сто процентов, да. Не просто индикаторы вот нашего состояния на текущую единицу времени, но и такие партнеры, и контр-партнеры, чтобы пройти определенные опыты вместе. Поэтому, мне кажется, здесь вот как инструмент или рекомендация родителям, неважно, в какой вы системе или религии, или философии, но везде есть вот эти инструменты, возможности посмотреть, разобраться с самого-самого младшего возраста. Абсолютно согласна, и вот очень рада, что ты упоминала разные системы, потому что взять точки обозрения с разных сторон тоже добавляет целостности к картине. И еще очень важно, чтобы проводник был качественный, потому что есть астрологи, которые покажут потенциалы и дадут это так, что тебя это вдохновит, а есть те, которые тебя просто загонят в определенные рамки, и наоборот не захочется дальше вообще с астрологией взаимодействовать. Потому что очень важны еще продоводники и широта восприятия. Действительно, отношение к этому не как к фиксированной уже реальности, а как к влияниям, которыми можно осознанно пользоваться. Да. Да. Я вот сейчас еще слышу тебя, думаю, понимаете, вот передо мной сейчас сидит женщина, которая вообще супер успешный человек. То есть Дима, Катин супруг, не так давно продал долю бизнеса за 5 миллионов долларов, и это доля бизнеса, да, то есть это оба человека, которые бывали в Форбсе, да, то есть это такие успешные люди. И при этом у нас разговоры здесь про астрологию, да, то есть мир бизнеса не всегда принимает и проявляет открыто вот эти тонкие грани, хотя в моем опыте исследования, наблюдения успешных людей, и большинство из них очень глубоко изучают себя, психологи, кучи, регрессологи, астрологи, да, то есть они используют все доступные инструменты для успеха, и это я все к чему. Не надо разделять, вот у кого еще пока есть эти тараканы, это не работает так эффективно, как когда вы объединяете. Да, поэтому спасибо, что ты поделилась этими вещами. Давай все-таки вернемся к теме, как ты сейчас себя определяешь, то есть да, ты мама, ты супруга, ты женщина, это база, но тем не менее у тебя есть сейчас свой проект, и я как участница этого проекта с огромной благодарностью, потому что для меня это тоже очень важные пазлы в моем семейном пути. Как бы ты сейчас сформулировала свое, ну, внешнее социальное позиционирование? Давай к этому вопросу вернемся. Да, спасибо, что вернула меня так мягко и бережно. Мне это тоже важно через тебя осмыслять. Я бы себя сейчас сформулировала как исследователя, и когда вот мы тоже с Димой, с моим всегдашним партнером по смыслам, стратегированию обсуждали, так интересно, он в привычном ему парадигме меня пытается определить или засунуть в какую-то понятную систему координат, там, блогер, не знаю, основатель проекта, какой-то там новая онлайн-школа или какой-то создатель курсов, а я все оттуда, знаешь, вот раз-раз и прям кручусь, как уж на сковородке. И это очень интересно чувствовать и не обманывать себя в этом. И у нас с ним был в этом, ну, где-то тяжелый, где-то легкий разговор, когда вот он мне там рекомендует или говорит, ну, давай, вот, будь блогером на эту тему или там раскрывай эту тему. Я говорю, ты знаешь, а я же, мне это не интересно сейчас, это какая-то уже следующая ступень, и я сейчас больше исследователь, мне вот интересно сделать исследовательский центр. Пусть это будут исследования, пусть это будет изучение. И да, конечно, это может быть разная динамика или палитра курсов, программ, пространства. Но вот, наверное, то, что больше всего мне сейчас вот прямо звучит по духу, это какое-то онлайн-пространство, где мы можем вместе с семьями исследовать те области, те возможности, которые их делают сильнее и проявляют. Я называю свой проект «Фамилии и драгоценности». Это проект о семейных ценностях и о возможностях каждой семьи стать осознаннее, счастливее, эффективнее, смелее, лучше проявляться в мире и найти вот то самое важное, уникальное, что определяет их как семью. Для меня вот в этом большая, сокрыта прямо такая роль служителя, наверное, человечеству. И я глубоко обучена, что в каждой семье уже все есть. И традиции, и ценности, и свои драгоценности. И все, что я могу сделать, это, знаешь, как такой ловец джемчужин. Просто помочь их проявить вот прямо на ладошке, принять и показать, ребята, да посмотрите, все же у вас уже есть. Это настолько важно, потому что в современном обществе очень явно просматривается тенденция обесценивания семьи как таковой, да. И люди, заходя даже в любви, в отношения, дальше ударяются о быт и повседневности, и они теряют видение чего-то большего, чего-то значимого. Вот эта вот тема драгоценностей, которую ты передаешь, потому что, на мой взгляд, сейчас это просто какой-то, не знаю, антивирус. Антивирус вот тому всему влиянию, да, который есть. Я имею в виду, что это восстанавливает то, что когда-то было. Вот отношение к семье, к родовому древу, да. И мы это утратили, это уничтожалось планомерно, там, ну, не будем сейчас говорить о грустных этапах истории, но тем не менее, да, и то, что сейчас вот вы через свою семью, свой пример, свой опыт это возрождаете, я считаю, что ценность этого, она просто невозможно переоценить, переоценить, ну, вообще, чем больше семьи будут создавать осознанно вот семью как сотворческий проект, как что-то, как наследие, да, как что-то, что может пережить эту семью и пойти дальше, с этим меняется вообще отношение к очень многим вещам, мне кажется, в жизни в целом. И я тебе очень благодарна, и твои ключи сейчас в моей семье тоже исследуются, я пробую какие-то из них исследовать, ну, уже в нашей семье, поэтому спасибо тебе. Катюша, спасибо тебе и за то, что ты меня так поддержала в самом начале, когда я еще только такие семена в своей голове у меня появлялись и прорастали, и ты так здорово меня поддержала своей верой, своим видением, своим вот таким каналом, ты просто вот мне позволила побыть в твоем поле и дала такое подтверждение, что да, Катя, иди туда, тебе можно. Это было невероятно мощно и целительно, и я, знаешь, по-хорошему сурадуюсь и чувствую, как ты это делаешь для своих учеников, и насколько в твоем поле действительно вот это мастерство трансформации, мастерство личного перехода совершается просто потому, что для этого все есть. И вот я тогда абсолютно это почувствовала, вот знаешь, как встань и иди, я встала и пошла. И спасибо, что ты сделала этот выбор тоже, и для меня такая честь была тебя увидеть в участниках и с тобой обсуждать что-то, знаешь, даже вот между строчках, когда мы сообщениями перекинемся, там в канале что-то, а сама глубина посыла нас, стой, прямо вот. Это, знаешь, как мы можем не общаться, но вот... Так и есть. Да, есть такой контакт, который сквозь континенты, время, он просто есть, и это невероятно красиво. Вот возвращаясь к теме исследования, ты, по сути своей, я вот так тебя чувствую, ты ученый в какой-то степени, может быть, не в официальном статусе, но по устройству внутреннему, да, и ведь это у тебя, получается, родовая история, да, ты же дочь профессора, если я не учусь. Профессора медицины, да, и дочь кандидата наук, моя мама кандидат наук, и у меня у самой написана диссертация, и у меня, на самом деле, можно сказать, 10 лет была научная карьера, потому что я начала очень рано, еще в девятом классе писать научные работы. У меня было исследование на тему западников славянофилов, проявления в русской литературе 19-20 веков, и прямо с ним ездила по России, там на царскосельских стартах и пушкинских чтениях, и всем, и получала призовые места, не важно, это я к тому, что дух исследователя и вот этого добытчика, наверное, этих алмазов, которые можно искать, ну или там просеивателя золотого песка, она прямо со мной всю жизнь, это правда. Да, это очень чувствуется. Я все время, когда читаю твои какие-то посты, знаешь, ощущение, что ты одна из самых интеллектуально ярких женщин, которых я лично знаю, и прямо любуюсь, и при этом ты очень даже женщина проявленная, да, потому что у многих это как бы противостояние внутреннее, что женщина и интеллект, они по разной стороне баррикад. Но вот в твоем примере очень гармонично они сочетаются. Катюша, спасибо. Столько ты подтверждения даешь, так с тобой хорошо чувствовать себя собой. Это как-то естественно. У меня к тебе дальше есть такие, знаешь, может быть, болезненные темы, вопросы, но я думаю, что это важно тоже раскрыть, чтобы все люди понимали, что путь он не зефирный, да, и разные вещи в нем происходят. У тебя были яркие взлеты, о которых мы сейчас говорили, но были и болезненные падения, да, определенные. И если я ничего не путаю, три года назад или сколько-то, да, когда вы уезжали из Бали, ситуация была у вас достаточно тяжелая, да, то есть у вас было долгов на там 20 миллионов или сколько-то, ну вот сорока на хвосте принесла, то есть я слышала эту информацию, опять же, я не знаю, насколько, но были долги, у вас были какие-то проблемы с партнерствами, серьезные, да, ты о них писала, то есть не впрямую, но это очень чувство, что много напряжений, да, вы были, например, совместно в партнерстве с ParkU, и потом что-то с этим пошло не так. Была школа, которую я воспринимала твоей школой, и вдруг оказалось, что каким-то образом тебя из нее можно вычеркнуть, и у меня был вообще просто коллапс, как это в принципе возможно. Что тогда произошло? То есть вроде бы все так у вас классно шло, проект на Бали один, второй, третий, все эти масштабные вещи, и вдруг внезапно что случилось? Значит, начну с долгов. Это как раз была история, которая произошла больше, чем три года назад, это был 2016 год, как раз когда родилась Василиса, 27 миллионов у нас образовалась долга, как раз с проектом «Остров». Это удивительная история. Значит, у нас был в партнерах банкир, у которого неожиданно отобрали лицензию. Так бывает. И банкир решил уехать из страны и, в общем, оставить все свои обязательства на других партнеров. И получилось так, что у нас уже были внесены денежные деньги от участников следующего заезда, а заезд не состоялся, потому что параллельно нас бросил, можно сказать, мальдивский партнер, там не переоформил вовремя на нас возможности собственности. И, соответственно, вот этот банкир, который был основным партнером и основным инвестором, он не внес ту часть, на которую мы очень рассчитывали. И получилось, что все деньги от закупленных средств, там нужно же этот был остров прямо с нуля, там и генераторы, и эту фарфоровую посуду, и там все строится. То есть была часть, которая касалась стройки, о, это вечная стройка, и была часть, которую вот внесли уже деньги, потому что, ну, поездка стоила недешево по тем временам, это было около 7 или 10 тысяч долларов. И получилось, что вот эти вот люди, которые нам доверились, можно было все списать на банкротство, и, по сути, да, эта ситуация так и выглядит. Банкротство проекта, как бы все по нулям, я предприниматель, я не несу в этом никаких рисков. Но это был наш сознательный выбор, и Дима взял на себя полную ответственность. Хотя, конечно, ситуация была, ну, такая, мягко сказать, не очень. Это была трехмесячная Василиса, Дима поехал в Москву, как раз из Сочи, подписывать контракты, ну, не контракты, а объяснительную записку, что он готов все обязательства взять на себя и выплатить. И его скручивает АБЭП прямо в ресторане, где происходит встреча с участниками проекта, и там непонятно вообще, куда его везут, вернется он или нет. Ну, в общем, конечно, это была такая очень, не то что неприятная, а это, знаешь, вот на грани такого, ты не знаешь, с чем ты проснешься завтра. И удивительно, что проходит буквально вот в таком замешательстве непонятности. Я прям помню, как мы гуляли по набережной Сочи, мы жили в Меретинке, и все, что мы могли тогда делать, это просто вот дышать, ждать, заниматься малышкой. Ну, я понимала, что ему нужно вот как такому раненому зверю отсидеться прямо в своей пещере. И знаешь, наверное, вот это была первая такая для меня инициация как жены, не женщины, не мамы, а именно жены. Вот что делает жена, когда ее солдату или генералу больно. Вот я прям рассказываю мурашки, когда он возвращается реально с битвой ранен, и ему нужно восстановиться. Она его как в сказке про доброго молодца, там накормить, обогреть, банки погреть. И я просто была сама забота, сама служение и просто жена. И вот этот интересный период, мне кажется, для всех, кто оказывается в подобной ситуации или там, может быть, не знает, как ее проходить, уже в ней оказавшись, это как раз просто позволить пространству расставить все на места или позволить вот этому раненому бойцу как-то вернуться к себе, поддержать это пространство. Это, на самом деле, очень важная роль, которую, мне кажется, мы тоже часто забываем, ну, или мы ее дисконтируем, мы ее обесцениваем, что если ты жена и женщина, и ты просто держишь вот это пространство, в котором другие души, любимые, близкие восстанавливаются, будь то ребенок или мужчина, или иногда подруги, кстати, мы также можем держать пространство для подруг, то в этом уже есть ценность, в этом уже есть большая работа. Но вот я тогда этого не знала, я просто как-то интуитивно шла в этом потоке, и наступает февраль, то есть вот это случилось в декабре, наступает февраль, Дима встречает своего давнего приятеля Сергея Капских и больше 5000 онлайн-школ моделей и позволил как раз заработать эти деньги, которые Дима полностью выплатил. Я считаю это нашей такой большой семейной победой, потому что это, знаешь, на этическом уровне, хотя можно было все списать на банкротство и сказать, что я тут ни при чем, там у меня вот партнер обанкротился, на этическом уровне души, это очень важное было дело, которое, я думаю, для нас тоже один из элементов реализации на Земле. Да, это как пройденный урок души, благодаря которому случился следующий виток роста. Так, если вот, с гряда со стороны выглядит, что эта принятая ответственность позволила расшириться, толчок на это расширение, и так быстро, по сути, перешли на следующий уровень. Кстати, я помню, что один из самых успешных проектов у Аксель был как раз связан с астрологией, да? Да, да, да. Да, это был как раз изначально проект Сергея, у него была онлайн-школа астрологии, да, в партнерстве с другим партнером, да, но астрологии всегда в Акселе уделяли большое значение, да, и сам Сергей как раз, ну, хорошо владел и разбирался в этом. И проходит несколько лет, мы оказываемся на Бали, как раз с рождением уже второй дочки, знакомимся с очень ярким и эффектным, ну, гениальным, как я всегда говорю, девелопером, строителем Андре, и мы прямо попадаем по интересам и по мечтам, просто вот самое яблочко друг к другу, начинаем общаться с семьями, там, задруживаемся, мечтать вместе. Дело в том, что на тот момент у нас с Димой вызрела уже такая семейная миссия, мечта строить сеть ашрамов для предпринимателей, где соединялось бы тело, духа, бизнес по всему миру. Ну, и нам только оставалось найти какого-то партнера, который бы это все построил, потому что сами мы не строители, и так вот еще отряхиваясь от истории с островом, понимали, что мы классные идеологи, продвигатели, что у нас есть уже определенная аудитория русскоязычная, и вот в всей этой тематике онлайн-школ и там блогерство мы, ну, как будто бы что-то понимаем. И находится Андрей, который готов это построить физически в самом центре Бали, потому что у него уже 8 лет на тот момент опыт как раз владения своими ретритными центрами и строительства, он действительно в этом очень одаренный, эффективный и отлично руководит этими процессами. И все, что оставалось ему, это раздобыть где-то деньги. И вот два одиночества встретились, то есть у нас такое закручивается партнерство, и вот, собственно, на этой идее мечте вырастает паркью, который сейчас, насколько я вижу, действительно переместил такое живое сердце и Будда, и, возможно, Бали, которые становятся таким центром бизнеса и культурных мероприятий. Но, как в любом партнерстве, самое важное – это поддерживать и всегда вкладывать в отношения от миссии до обоюдных ценностей. И для нас вот за время этого партнерства, я не буду здесь говорить к счастью, или, к сожалению, все так, как есть. Это тоже большой кармический урок и классная история, которая, на мой взгляд, дала нам, в первую очередь, как паре, и нам с Димой много пространства для роста. У нас произошло такое типичное расхождение по ценностям. Ну, то есть мне хотелось школу и много пространства для детей. Там партнерам хотелось пространство для кальянов, и это было несочетаемое понятие, и курение на территории школы – это то, что я бы совсем не потерпела. Мне хотелось больше развития, строить грядочки, козочек, чтобы детки могли это все добывать. Ну, и там какой-то кусок земли я себе отвоевывала, и эти грядки и козочки у нас были, и детки получали салаты на свой ланч на школе уже с, собственно, выращенных овощей. А партнеру хотелось застраивать эти территории там с новыми апартами. И это нормально. Это просто о том, что как в бизнесе, так и в семье ожидания или текущие реалии жизни могут меняться. И если нет открытого диалога, коммуникации, и вот реальная картина мира от идеальной картины мира расходится, то это просто нужно тоже замечать, фиксировать, ну, и в какой-то момент принимать решение. Либо работать над этим и совмещать, либо расходиться – это тот путь, который выбрали мы. И как-то, знаешь, как будто интуитивно мы тоже почувствовали, что время наше на Бали на тот момент завершилось, как будто большой цикл четырехлетний остановился. И была еще одна неожиданная история, которая связана тоже была с Паркью и с нами, как с миноритарным владельцем доли. Прямо скажу, наверное, впервые об этом так публично говорю, мы узнали, что на нас готовится покушение. Это не какое-то преувеличение, я знаю все детали, но просто не считаю нужным это раскрывать. Это делается обычно через, здесь на Бали делалось, через подброс запрещенных веществ и соответствующим дальше искоренением в тюрьму. И знаешь, я так благодарна этой ситуации, ну, за то, что я здесь сижу в собственном доме, и мы снова на Бали, позволяет сказать, что все в итоге закончилось хорошо. Но мы прошли по кромке настолько, вот у меня сейчас мурашки, то есть мы каким-то интуитивным, тоже чудесным образом просто выехали из своей виллы на празднование дня рождения дочки, и мы оказались в этот момент в Носадуа. Потом мы уже по доказательствам увидели, когда время, когда это должно было случиться и так далее. Мы прошли по кромке, и знаешь, это было классное такое испытание, наверное, душевное, чтобы потом сесть вместе с Димой и проговорить, а что если, а вот какой план Б у нас, как у родителей. То есть вот, допустим, хорошо, ситуация там, мы оказываемся в тюрьме, или там, ну, как-то еще, мы физически устраняемся из поля. Вот наши дети, которые сейчас несовершеннолетние, но на тот момент их двое, вот они как бы физически что? Вот, и есть ли у нас приемные родители или хотя бы пара, семья, с которой мы проговорили все наши должностные инструкции, все наши политики по содержанию, воспитанию, обучению людей? Есть ли пара, которой мы можем довериться, ну, или хотя бы в случае чего, ну, вот как раньше там на Руси были крестные отец и мать, у них же была очень конкретная задача, там, не только духовными проводниками быть, а обеспечить детей в случае чего всем необходимо быть. Была такая договоренность на уровне семей. И это была интересная работа, глубокая. Это, наверное, можно сравнить с тем, когда люди оказываются вот на острие там какой-то смертельного диагноза, ну, например, побеждают рак, и они выходят из этой истории победителями, но с определенными опытами, уроками и выборами. И вот для нас тогда тоже был вот этот выбор сделан, ну, как бы еще в большую, наверное, ступень вклада в свою семью и в ценность каждого момента. И в том числе мой выбор – побыть какое-то время мамой, понимая, что вот этот опыт, который мы можем с детьми провести, он не такой большой. До 12 лет мы с детьми проведем 80% времени. Потом они станут подростками, вылетят из гнезда, мы им, к сожалению, на всю оставшуюся жизнь, там, может быть, 70 или 80 лет, у кого как, нам останется только 20% времени. Поэтому вот я выбрала, что для меня сейчас важнее напитать, создать эту базу и, ну, может быть, где-то пожертвовать больше своей реализацией или проявленностью, но как будто, знаешь, задержаться, посмаковать прямо. Это каждый кусочек времени. Я даже, наверное, представить себе не могу, насколько должно было быть шоковое состояние, когда вы все это узнали. Это точно. И как вас вот провели на грани. Это вот то, о чем вначале говорила, что Катюша в твоем еще очень юном, я бы так все равно сказала, в наше время есть возможность жить все-таки долго и насыщенно. В твоем возрасте концентрация опыта, она просто феноменальна. И даже пройти вот так по грани того, что вот уже все было спланировано, когда кто-то мог вас, ну, в прямом смысле слова, посадить в Индонезию. Не дай боже, это же просто, даже нет никаких слов. То есть вы решили отпустить долю в этом проекте и вообще с этим больше не ходить. Мы сделали кэш-аут, то есть мы ее продали основному партнеру уже. И это, знаешь, было тоже такое решение обоюдно выгодное. Ему понравилось, что никто больше не мешает своим голосом и не пеняет ему по поводу кальянов и пьяных дискотек до утра. Нам тоже не помешали дополнительный кэш, чтобы вложить в платформу. У нас уже на тот момент был такой, ну, это можно назвать бизнес-языком спин-офф или апгрейд, акселератор онлайн-школ. Мы начали в тот момент уже развивать, уже полтора года на тот момент вкладывали в платформу. То есть площадку, где все эти онлайн-школы могут быть и которая могла бы потом пойти на международный рынок. То есть у нас была идея попробовать уже что-то на глобальном уровне. И нам тоже эти деньги были очень удобные и вовремя. Соответственно, это было логично, чтобы ничего не оставлять здесь на Бали. И вот с таким хорошим чистым сердцем и как будто бы завершенной историей поехать дальше покорять другие земли и оставить себе вот эту возможность достроить свой дом. У нас к этому моменту еще был проект строящийся поселок для друзей и предпринимателей. И мы тоже отдали его в управление партнером. То есть тоже оставили себе просто дом. И там кусочек земли. И по сути уехали с как-то пустыми чемоданами. Но не совсем пустыми, потому что в этих чемоданах был самый главный вот этот опыт и уроки. Но поехали в абсолютную неизвестность. И знала бы ты, каким шоком для меня был переезд как раз в Штаты. Мы поехали во Флориду. У нас была идея учиться, получить, закончить определенные духовные ступени. И оказавшись в маленькой гостинице, в маленьком совсем доме с этими немыслимыми ценами, ну, по сравнению с Бали. Я помню твои эти истории. После Бали это практически невозможно, когда здесь у тебя за какие-то крошечные суммы, полный дом, помощь и полный комфорт во всех смыслах. Главное в служении. То есть Балийцы это такой народ, который находится в тоне служения. И им это здорово, им это нравится. Ну, сами энергии здесь для того, чтобы жить. А Америка, и ты не дашь собрать, совершенно про другое. Это такой манимейкинг, Эр Грегор. И ощущение, что ты должен выживать, ну, как Алиса, бежать только, чтобы оставаться на месте. И я настолько хорошо это помню. Вот это ощущение, боже, где мы оказались. И, конечно, по всем законам жанра и классике психосоматики нас всей семьей накрыл жуткий ковид. И мы еле-еле от него вообще восстанавливались еще с этой сменой часовых поясов. Ну, то есть это прямо оказаться на другой стороне земли. И вот в тот момент я себя, честно скажу, очень сильно спрашивала, господи, зачем, что это за такая цель, мечта, игра, что за новую игру мы себе придумали, чтобы оказаться вот на такой степени вживаемости. Хотя вроде бы там, ну, то есть ты как бы из-за ощущения король мира возвращаешься в какое-то непонятное ощущение муравья. И почему Мексика? То есть понятно, что там некомфортно, и вы что-то еще начали искать. Да, и спустя вот эти вот две недели ковида и еще какое-то время мы поняли, что, ух ты, а к нам идет новая душа. И это было абсолютно тоже такое, знаешь, удивительное открытие инсайд. Честно скажу, мы с Димой, хотя планировали или ожидали, думали, что это произойдет еще через несколько лет. Ну, то есть только мы себе сказали, ну, все, девочки подросли, мы, наконец-то, можем их оставить, прогуляться, ну, дома там, прогуляться за ручку, сделаем-ка мы перерыв. И вот в этот момент приходит Ангелуша и говорит нам, так. Откуда не возьмите. Да, что это вы тут, вот. И это интересно, знаешь, это был тоже такой хороший возврат к тебе, что с точки зрения духа, вот, души, они все знают. Это мы, то, что мы планируем там на этом человеческом земном уровне, это, ну, можно над этим посмеяться, это вот такая поговорка, расскажи, насмеши Бога о своих планах. Это когда мы человеческим существом, это действительно можно насмешить. Мы как духовные существа, как души, мы все знаем гораздо глубже. Это вопрос просто, почему мы не даем себе себя слышать, или почему мы обманываемся. Но, да, вот пришла моя такая душа-близнец, я прямо так ее чувствую, и многое я тоже увидела с этой душой. И она позвала, это вот тоже, может быть, для тех, кто думает, там, где рожать, как рожать, в какой момент, да даже как выбрать имя ребенку, ну, вот скажи же, они просто нам сами все говорят, если только мы даем это слышать. Сто процентов. И, знаешь, каким-то образом, как будто чудесным, но на самом деле вот именно этим не искусственным, а очень естественным, сложилось так, что, ну, хорошо, рожать в Америке и давать американское гражданство, а что там с визой или что-то, или поехать в Мексику, о которой мы ничего не знаем, никогда там не были. Там жила только моя Даула, вот, которая помогала родиться Яснушке, еще тогда на Бали, такая наша потомственная. Ну, она нам как будто бы всю картинку жизни в Мексике дала. Но, опять же, с человеческой точки зрения это могло показаться не очень логичным шагом, ну, и только потом мы убедились в том, что это было, наверное, самое правильное, и то, что девочке нашей вот нужно было родиться и прийти, вот, соприкоснуться с этой энергией именно там. И в результате у вас дети говорят на трех языках. Да, в итоге у нас три лингвы. Да, девчонки очень быстро освоили испанские, и мы в семье очень прямо вот за то, чтобы, за мультикультуральность. То есть это даже больше не про язык, а больше про понимание, что мир наш такой чудесный, такой разнообразный, что вот эта нейромагия, вот это формирование нейронных связей, это, наверное, то, на что мы, как родители, можем повлиять за счет языков, музыки, шахмат в самом раннем возрасте, и то, наверное, что, если есть такого самого ценного, каких-то сокровищ, дети потом пронесут всю жизнь. Да, сто процентов. И это столько дверей открывает, знание языков, это другой образ мышления, это код культурный. Да. А что случилось с Републисити? Это же тоже была какая-то нелегкая история. Готова поделиться? Да, конечно. Значит, давай начну сначала. Вроде бы все хорошо. Восемь лет у меня онлайн-школа, которая была первой, ну вот первой как первый пионером, и первым как номером один по объемам в тематике, в нише написания текстов, публикации в СМИ и написания книг. То есть у нас были классные, рабочие, работающие курсы о том, как написать книгу, как написать статьи, как начать публиковаться. И то, что называется личный бренд, то, что потом уже активно подхватилось и даже дальше превратилось уже больше в как монетизировать свою экспертность или зарабатывать через блог. Ну вот на тот момент, когда я этим занималась, это было больше про понимание себя, кто вообще я, и как мне вовне проявляться, ну в основном через инструмент текста, потому что это мне самой было ближе всего, и в этом я очень хорошо разбираюсь. И тоже кажется, что все понятно, куда дальше двигаться, все идет по накатанной. И я уже отошла от какого-то операционного такого управления и была не очень много вовлечена. И вот тут происходит интересный момент. Мы начинаем с классного такого высокого значения. Мы делали в пике 8-10 миллионов в месяц, миллионов рублей. Это, ну, по тем временам это прямо было вау. Ну, это сейчас уже такие цифры, которыми часто бросаются блогеры, там есть запуски по 50, по 100 миллионов. Ну, у меня никогда не было таких запусков, и тогда это слово запуск не было. Мы просто стабильно и за месяц в месяц делали свои программы и, ну, классно себя в этом чувствовали. И ты знаешь, тоже, вопреки всем логическим фактам или какому-то такому стратегическому просчитанному пути, мы начинаем падать, причем планомерно снижаться. И сначала падал только акселератор у Димы, а фри-поблисти наоборот рос, а потом начал и фри-поблисти, вот знаешь, прямо планомерно, как самолет, заходит на посадку. То есть он не падает, а он просто аккуратно садится. И я начинаю разбираться в себе, что происходит, почему у меня нет вот этого вдохновения, то есть я как будто хожу на работу. А ведь я сама от этого ушла, там, 8 лет назад из корпорации. Мы оба с Димой выходили из корпорации, чтобы вот начать совместное дело и чтобы стать свободными по-настоящему. Это наша такая основная ценность. И я вот это чувство ни с чем не спутаю. Как будто ты в удавке, вот этот ошейник, я его называла корпоративный ошейник, и не ты идешь, а тебя ведут. То есть когда ты перестаешь быть причиной, когда ты становишься следствием своего же обязательства. И все, что мне пришло в голову, это просто аккуратно приземлить и поставить этот самолет в ангар. Я объясняла себе на логическом уровне, что вот у меня есть детская школа, мне интереснее сейчас инвестировать в образование детей, что я не могу разорваться между оффлайном и онлайном, что это уже не так сильно там зажигает, и я вроде бы как уже прошла все эти курсы и всех авторов. И потом только, мне кажется, я получила от одного из коучей подсказку, и думаю, что душа моя с этим согласилась. Дело в том, что когда мы на каком-то этапе в Репоблисте, мы поставили себе такую красивую мечту, сокровенную цель, помочь одному миллиону книг состояться. И когда я посчитала на восьмом году, на седьмом году в Репоблисте, я поняла, что мы эту цель, задачу выполнили в тиражах, безусловных, да. Ну, потому что были тиражи, которые там по 200 тысяч экземпляров выходили. Какие-то, конечно, выходили одной книгой. Ну, то есть вот за всю-всю-всю историю я поняла, что на внутреннем уровне эта задача меня как основателя была выполнена. И как только у основателя решается его основополагающая задача игры, ради которой он всё это вообще затевал, ну, всё, душе дальше становится неинтересно. То есть либо это должен быть какой-то новый уровень игры, а либо это... Новая зажигающая цель, а просто понакатанная, неинтересная. Да, да, да. И вот мой ответ, что случилось в Репоблисте, он об этом. То есть никакого логического объяснения в этом нет. Вполне... Почему логическое? Душа получила свой опыт, ей стало неинтересно, и, естественно, это всё стало наоборот. Ну, тут как бы вполне даже есть логика. Просто, да, со стороны всего не видно, и видно, что вроде вот классный, успешный, процветающий проект, и вдруг откуда ни возьмись, его нет. Ну, или он там уже собирается, и у меня не все пазы вкладывали, что как же так, ты такой мощный эксперт, ты в целом любишь своё дело, слова, вот всё это мастерство, и вдруг... Ну, вот с этой перспективы я очень понимаю, у всего есть срок годности, если так важно сказать, да, да, на который идёт поток души. Да. И потом, да, внимание переключилось. Новые задачи, новые какие-то точки роста. Тоже интересный путь. Вот для кого-то, может быть, принять, что есть старт, и есть завершение чего-то, и не считать это провалом, и считать это частью пути, это тоже точка роста очень мощная. Это 100%. И для меня самой, Катюш, тоже, это был долгий такой внутренний диалог, не говоря уже о диалогах с Димой, конечно же, мы это тоже всё обсуждали, и, знаешь, такое внутреннее позволение себе не расписаться в собственном неуспехе, не назвать это неуспехом. И вот тогда пришло тоже определение, такое важное, существенно важное, которым я тоже хочу поделиться. Вот что такое контроль, что такое умение брать и держать ответственность? Это умение начинать, продолжать и останавливать. И вот для меня вот эта зона контроля, моей ответственности была в том числе, чтобы вовремя остановить, в том числе, чтобы принять решение, и я не продолжаю это. Сейчас я занимаюсь другим. Ну и если это честно, если это в правде, да. И получается, что ты прожила, ну, такой период достаточно существенного обнуления, да, какой-то. Я помню, у тебя был пост такой, что я экс-это, экс-то, экс-пятый, экс-десятый, квартиры мы продали, и вообще вот тишина и ничего. Да, это как раз в начале 2023 года, я прям могу его процитировать. Да, и не итоги года. Звучал он примерно так. Я экс-марафонец, и я тогда так посмеялась еще, что у меня плюс 5 килограмм лишнего веса, который я носила в животике. Я была уже беременна, ну, просто вот мы не афишировали. Но по факту, да, я не могла бегать, и совершенно это было бы невозможным. Я экс-колумнист, потому что я ничего не пишу, я экс-писатель, потому что, опять же, я ничего не пишу публично, и даже в соцсети я не веду. Вот это был единственный пост, который там за долгое время случился. И знаешь, это интересное ощущение, идентифицировать, а кто же я. Отслушивание. И уже не это, не это, не это. То есть вот эти все социальные шляпы, если я не то, не то и не то, то есть если я не свое тело, я не свои там колонки, медальки и так далее, а вот это я, я, оно вообще как? Оно имеет право на существование. И вот это, знаешь, право на жизнь, право на любовь, что меня достаточно просто, если я даже ничего не создаю в мире, а просто живу, это была такая хорошая растяжка, почище шпагата для меня. Конечно, конечно. В самую глубину. Это вот такая, ну, для меня, как для человека, кто интересуется темой трансформаций, да, есть такая точка в духовном пути, когда человек соединяется с душой через отпускание всего, что отвлекает его от этого, да, такой период обнуления, возвращения в свою суть. И по сути, ну, вот то, что ты описываешь, когда ты сняла все слои внешних историй, да, и осталась наедине сама с собой, кто я есть вообще, и имею ли я право быть. Да. Да. По сути, произошло какое-то духовное перерождение. Да, да, точно. И я дала себе возможность нелегко, со скрипом, но дала это прожить. И да, через три месяца, вот у меня рождается дочь, еще три месяца, я просто вообще в коконе занимаюсь только этим и собой, и своими проживаниями. И после этого у меня, знаешь, как будто само приходит, а вот это же состояние ни с чем не спутаешь. Ну вот, а вот чем я могу делиться, а вот что я могу давать. Ох, а меня туда. Это вот как, позвали, ты не можешь не идти. Да. Ой, как я тебе понимаю, у меня сейчас прям мурашки идут. Я на самом деле сейчас пишу книгу, та книга, которую я в итоге сейчас пишу, она связана с этапами эволюции человека. Мы с тобой вот тогда на тему отношений. Да, что-то у меня отвалилось. Извините, пожалуйста. Мне кажется, вот так, через ручку. Да, вот так, либо вообще даже в руках. Так, вроде так было, да? Давай переговорим в начало, да. В свое время мы с тобой работали, я хотела написать книгу про отношения, может быть, позже это случится, но это отложено. А сейчас книжка, которую я пишу, она про этапы развития, эволюции, можно сказать. И вот там есть такой этап обнуления, когда как раз человек соединяется с глубинным собой, сердечный уровень, и потом происходит переход на голубой уровень, ну я вот сейчас это по чакрам, да, по чакральной системе, где приходит творчество на новом уровне, которое из души идет, из какой-то более такой высокой перспективы, а зачем я здесь на самом деле, да? И вот ты прямо сейчас описала это состояние, когда это не про ментальный выбор, про то, что так, я могу это, могу то, вот здесь там есть деньги, вот здесь есть интерес, да? А просто оно приходит, и ты его принимаешь. И ты не можешь не идти. Да. Ну то есть это не про то, что я провела маркетинговый анализ, или там изучила конкурентов, вот вообще не про это. Вообще не про это. Это просто ты не можешь не делать то, что ты, вот, то, что есть, да, то, что происходит. Да. Очень, очень это все красиво. Есть еще одна такая тема, я знаю, для многих она была бы супер триггерная. Мы с тобой заранее договорились, что я получила твое разрешение, да, на эту тему поговорить. Тема личных отношений, да, вы с Димой вместе уже достаточно много лет. 14 лет. 14. Ну, такой хороший срок совместный, трое деток у вас, ну, прекрасная семья. Но в самом начале, когда вы начинали, между вами был такой диалог о том, что Дима не мог тебе обещать верность. Как для тебя это было? Почему ты приняла это? Ведь для кого-то это было бы абсолютно неприемлемо, да? И самое интересное другое, при том, что ты это приняла, и не так давно Дима публично признался, что были у него, да, какие-то опыты, ну, то, что измены называются, да, какие-то еще. Но, тем не менее, он, как мужчина, спустя определенный путь для себя сам принял решение не то, что даже не изменять, а даже, сейчас, может быть, это как бы такая особенная тема, но я скажу, даже не мастурбировать, да, для того, чтобы полностью быть в ваших отношениях вот на 100%, да? Он просто этим публично поделился, поэтому я могу об этом говорить. Вот, и, ну, мы видим здесь такую динамику, что вот встретились, он признал, я такой, и либо ты меня принимаешь, либо я не могу не быть собой, да, ты приняла, вы прошли какой-то совместный путь, по итогу которого, на здесь и сейчас, Дима собственный выбор сделал именно таким образом, да? Он написал, как он сказал, три года назад свою должностную инструкцию мужа, мужа, да? И это была полностью его собственная мотивация. Вот ты, как женщина, как смогла, или как ты это вообще все видишь, да, быть такой женщиной, да, с которой мужчина после 14 лет, или после, ну, в данном случае, 11 лет, да, не просто не устал, не сказал, что это все уже там надоело, ну, как обычно, с течением, да, лет это все, пресещение и так далее, а наоборот, пошел от своих привычных паттернов, каких-то в прошлом, да, в еще большую близость, еще большую верность и по собственной мотивации. Как ты, как женщина, смогла это создать, если так можно сказать. Я уверена, что для многих женщин это супер триггерная тема, и мне кажется, твой опыт может быть для них прям чем-то очень важным. Я надеюсь, что он получится важным и, может быть, где-то целительным, и, слушая меня, можно будет продумать и узнать какие-то свои паттерны или мысли, и тоже узнать, что я там не святая или какая-то монахиня, которая спокойно это все принимала. Я поделюсь действительно своими чувствами и опытом, вот как я это проживала с самого начала, и тут, наверное, нужно сделать такой шаг в сторону и рассказать у меня в целом по отношению к семье и к отношениям, есть такой подход создавать. То есть я считаю, что нет ничего закрепленного навечно, и что никакие штампы, кольца, клятвы, они не спасения ни от чего, и единственное, как мы можем повлиять на то, чтобы отношения и семья, и любовь продолжали жить и расцветать, это создавать их каждый день. А как создавать, это вкладывать, направлять туда внимание. Еще у меня есть такой, наверное, принцип, это видеть лучшее и помогать человеку самому создавать то, что я в нем вижу. И вот у меня относительно Димы всегда было внутреннее убеждение, что он как будто прикалывается относительно этого. Понимаешь, исходя из этики моей души, ну вот я входила в отношения уже сразу с ощущением, что мне неинтересны какие-то игры там про измены, про разводы. И я этого достаточно видела в родительской семье и там в разных историях своего рода. И мне это просто как вот душе здесь, ну я тогда не оперировала понятием души, но вот мне, как мне, это было неинтересно. И я сразу входила с ощущением, что это однажды и на всю жизнь, просто потому, что мне интересно. А вот как это так, быть в отношениях, где не изменяют, не обманывают, не читают чужие телефоны, там не заводят любовников на стороне, не встречаются с женатыми мужчинами, где действительно все чисто, красиво и хорошо. И ты знаешь, мне на тот момент не очень сильно волновало, а что думает та сторона. То есть как будто бы я понимала, что ну вот у него есть своя игра, у меня есть своя игра. И я ему прямо на этот момент говорила, что окей, я тебя слышу, но дальше ты делаешь собственный выбор. Вот я, например, за себя отвечаю, это моя ответственность. Мой выбор, ну мне даже неинтересно смотреть на других мужчин, то есть вот там веришь, нет, но я могу отвечать за себя. И какое-то время я как будто бы это создавала, то есть можно назвать это розовыми иллюзиями или очками, ну или каким-то ожиданием будущего, но по факту я дождалась, то есть по факту мой мужчина ступил на путь духовного совершенствования, поиска, то есть это он сам пришел, я никого на удавки не волокла и как это, не кодировала, не программировала, вот как бывает там зашивают от алкоголизма, и это, наверное, так же можно, не знаю, привораживать привораживать или что-то, да, то есть, знаешь, вот здесь, наверное, такой способ, это играть в свою игру и создавать то, что ты хочешь создавать, и как будто бы я этим и создала в своем поле такого мужчину, самого близкого моего человека, который осознанно, он ко мне пришел, говорит, Катя, давай напишем декларацию, далашу нас ту инструкцию жены и мужа, пропишем, вот я хочу завизировать, прямо подписать, у нас прям был целый ритуал, процесс, и это интересно, это при том, что мы на тот момент уже давали друг другу каждый раз подтверждение, есть у нас такая традиция каждый год давать друг другу подтверждение, что да, мы дальше продолжаем как муж и жена, ну, не всегда мы это празднуем прямо торжественно или что-то, но, по крайней мере, вот как будто раз в год пересматривать и возвращаться к этим своим добровольно взятым обязательствам и идее быть вместе, и, знаешь, изменилось ли после этого что-то, а у меня не сильно, потому что я-то и играла в эту игру, а у него изменилось очень сильно, и вот как раз эфир, о котором ты вспоминала, где пари, переживающие кризисную ситуацию, и это публичная пара, я думаю, многие слушатели поймут, о ком это, Дима сам вызвался помочь проговорить или разобрать это и поделиться своей историей, как раз для того, чтобы его-то мотив был, к сожалению, который не все поняли, видимо, ну, не дослушали до конца, он хотел помочь, я как раз поняла, показать, что да, ребята, это мужская природа, такое есть и такое бывает, но возможны изменения, и вот, например, у меня получилось. Я вот это как раз и видела, что это был такой отклик души, даже своими сокровенными вещами поделиться, чтобы поддержать людей, как чтобы они вынырнули из своего кризиса, можно так сказать. Да, эту мотивацию я заметила, но это было для кого-то просто очень, ну, болезненным вообще проживанием все это и дополнением тоже. Ты знаешь, вот ты сейчас дала настолько важный ключ для женщин, как раз таки не быть в состоянии жертвы, что вот мужчины это их природа, да, что вот они такие просто есть, и наша участь там страдать, а ты дала это качество, которое ты, получается, в себе с самого начала проявила, творца своей реальности, да, что я выбираю в моей реальности так, вот мне понятно, чего я хочу, абсолютно понятно, у меня нет вопросов, каких-то колебаний, сомнений, да, я полномерно это создаю своим отношением к нашему союзу, к мужчине, с собственным внутренним состоянием, да, и вот, да, не за один день, но тем не менее это происходит, да, и, ну, с моей стороны это прям аплодисменты, это очень красиво, и я надеюсь, дорогие мои женщины, у кого важная тема, просто берите это себе как пример и вдохновение, что это реально работает, когда мы своим сознанием утверждаемся в том, что мы хотим, как творцы, да, и не нужно танцы с губном, не знаю, там, манипуляции мужчинами, то, что чаще всего, да, пытаются, ну, чему женщину учат, типа, как его к себе привязать или еще что-то такое, я не верю в то, что это реально работает, любые искажения все равно дают плоды, и только чистый, искренний путь любви, веры, веры в своего мужчину, в свою семью, в свою жизнь, да, дают устойчивые результаты, да, это очень красиво, спасибо тебе, что поделилась, спасибо, что спросила, это тоже нужна большая уверенность и смелость пойти в такую тему, и у своих гостей это тоже раскрыть и поговорить. Мне важно показывать, что при внешне каких-то успешных историях, да, у нас у всех есть странички, испытания, которые как будто не принято показывать, которые не принято показывать, но они есть, и только это дает целостную картину, да, и по-другому ее не прочувствовать в глубину, так как, знаешь, когда, вот чтобы нам было вкус, и нам нужны там все вкусы, ты знаешь, да, эту историю, вот просто на сладком далеко не уедешь. Да, да. Кстати, о вкусах. Я знаю, что в вашей семье еще невероятно интересная история про питание, да, что, опять же, это тоже связано с Димой, да, что питание было очень важно для его здоровья, и вы прошли совершенно разные опыты, то есть ты тему здорового питания проживала, что это такое, вот в таком варианте, вот в таком еще, вот в таком, да, расскажи про это, потому что тоже невероятно интересно, потому что есть люди очень так, настроенные, что, не знаю, только сыроедение это здоровое питание, только веганство это здоровое питание, или наоборот нужно мясоедом быть, вот с течением нескольких лет своих довольно глубоких исследований и личного опыта, причем я знаю, что ты очень сфокусированно занималась этой темой, ты достаточно на каком-то этапе, может быть, это будет звучать грубовато, но я скажу это слово, фанатично, да, к какие идеи относилась, прям очень строго, расскажи про свой путь в этом и к чему ты пришла. Это тоже путь поиска, почему я называю себя исследователем и, может быть, где-то ученым, что мне прямо нравится копать до глубины, до мельчайших деталей, и, опять же, с Димой мы чего только не попробовали, и на соках сидели, и полное сыроедение, и чистое веганство, и в том числе с каким-то, ну, я бы сказала, полезными все-таки привычками без радикализма и фанатизма, ну, то есть, есть какая-то классика, например, что орехи нужно замачивать, там есть фитиновая кислота, там ее нужно устранять, или там овощи, тоже зелень, нужно замачивать или вымывать уксусной или содовой водой, чтобы избавить ее от возможных паразитов, ну, и так далее, или фрукты, опять же, желательно есть отдельное, или можно для, если есть какая-то инсулинорезистентность, особенности сахара после основной еды, ну, то есть, какая-то классика, которая может не меняться, но при этом внутри у меня было столько, знаешь, то мы едим мясо, то мы не едим мясо, то мы, значит, пахачатряну, там, избавляемся от рыбы, то мы не избавляемся от рыбы, пока это все не стало какой-то, как мне сейчас кажется, сбалансированной формой еды, и еда просто стала едой, то есть еда – это как возможность быть в ресурсе, возможность жить эту земную жизнь, потому что так устроено наше тело, какие-то вещи, которые адаптированы идеально именно к нашему организму, потому что есть особенности, вот я знаю, что у нас с тобой есть такой диалог по поводу костного бульона, который ваша семья не очень принимает, наша семья принимает, и это тоже классно, это, ну, вот, как еда, как лекарство, которое подходит кому-то в большей степени, кому-то в меньшей степени. История про Диму, которая тоже меня научила, знаешь, быть таким держателем какой-то ответственности в семье из-за заботы за своего близкого, но при этом не быть ему мамочкой. У Димы есть аутоиммунное заболевание, это тереоризит хошемота, к сожалению, сейчас достаточно распространенная штука. Скажу более человеческим языком, в Америке, по-моему, около 200 тысяч сейчас уже диагностировано, или, ну да, наверное, около 200 тысяч, и оно распространяется по планете, то есть это другими словами, когда щитовидка не может вырабатывать достаточно гормона, которые поддерживают все остальные, соответственно, гормоны, и либо сажают на тероксин, просто синтетические гормоны, обычно пожизненно, либо с помощью питания, потому что очень часто вот это хроническое воспаление зависит от воспаленного кишечника, то есть синдром дырявого кишечника, который, соответственно, толкает щитовидку для того, чтобы буквально жрать человека изнутри, то есть получается, что внутри постоянно какой-то процесс, который дает вот эти очень высокие аутоиммунные маркеры, которые показывают хроническое воспаление в организме, и получается, что человек сам себя поедает пойдем. Такая себе история, очень сильно завязанная на психосоматику, и мы разбирали тоже и с разных, вот опять же, к вопросу про инструменты, и с разных психосоматических, астрологических точек зрения, много в этом, конечно, гнева, злости, как правило, на самого себя, часто это тянется из родовых и детских историй, да, 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 в Димином случае скорее с папой, там доминирующий отец, ну, то есть можно копаться в этом бесконечно, а есть физические земные средства, которые работают, как, например, псиллиум, господи, кора, дуванчика, костный бульон, там, скользкий вяз, ну, то есть я такие уже смешные слова называю, но это действительно препараты вот для всех, кто начинает в это углубляться, кто понимает, что это хорошо именно фокусирует динамику кишечника и дальше влияет на вот эти аутоиммунные маркеры, особенно когда видишь прямо в динамике по показаниям, то есть, как бы сокращая долгую историю, я могу сказать, что мы пришли к тому, что нам нужно, Диме, изменить не просто питание, а образ жизни, и это, скорее всего, пожизненная история, вместо того, чтобы есть синтетические гормоны, начиная от заботы о его сне, это как не сидеть перед сном с телефоном и тем более уши не ложиться в 12 ночи и дальше, это достаточное количество спорта, ну, или динамических прогулок активности, это достаточное питание, лучше для него интервальное голодание, ну, то есть, когда нету перекусов, там достаточное число горечи в пище, ну, то есть, там, начиная от лаймов и имбиря, имбирная водичка, куркума, ну, и, конечно, добавки, которые тоже, там, есть определенный ряд, который он принимает, и это, скорее, такая комплексная история заботы, которую я взяла как жена на себя, потому что для меня это, в том числе, вот такой язык любви, выражение заботы, который я могу взять на контроль, потому что мне, опять же, по моим, там, MBTI и всяким другим параметрам проще сделать, чем ему, и проще это контролировать, и в таком ежедневном быту это выглядит так, что у него всегда есть вот эти капсулы с добавками, ну, с витаминами, которые он принимает достаточно регулярно, у него есть определенная диета, которой он придерживается, ну, не как ограничения, а диета, как образ жизни, это же от латинского образ жизни, то, как он живет, я его выгоняю на прогулку, то есть, это вот моя задача, ему напоминать, что он может засидеться, просто заработаться, но Джек Лондон по соционике, это, конечно, 100% работы, больше этому человеку ничего в жизни не нужно, вот, и, ну, в том числе, замена каких-то продуктов, которые меньше вызывают воспаление, и контроль всего, что, наоборот, его повышает. И вот так, через любовь к мужу ты стала, можно сказать, профессиональным нутрициологом, да, профессиональным нутрициологом, потому что ты столько всего об этом теперь знаешь, даже столько всего было пройзено, разного, да, ты делилась, что там, и путь сыроедения до потери цикла, и, там, и веганство, и потом возвращение к то, что мясо, это тоже важно, опять же, через исследования, через какие-то книги, вот, которые ты мне советовала, я тоже начала изучать. Мне кажется, вообще, на самом деле, каждая женщина может стать таким семейным нутрициологом своей семьи, потому что у всех свои особенности, у всех свои дети, циклы, и вот, например, мое решение с мясом было связано не потому, что я решила есть мясо, а потому что я почувствовала, это скорее научиться так чувствовать, ощущать свой организм, вот мне в период третьей беременности, впервые вообще, вот в жизни за много лет, там, больше 10 лет, у меня вообще не было мяса в рационе, но мне пришло, вот прямо эта малышка попросила, закончилась беременность, там, первый восстановительный период, все, мне теперь его не хочется, я уже не помню, когда я его ела, и это настолько нормально, то есть не быть вот таким очень rigorous, каким-то ригидным в отношении своих принципов, я раньше была, у меня это было очень сильно, и этому мой психотип способствует, то есть мне легко держать дисциплину, мне скорее не легко слушать себя и быть гибкой, и понимать и уважать вот эти природные ритмы и циклы, ну вот то, что наоборот я сейчас очень-очень прямо. Очень-очень знакома, у меня очень похожая история случилась, как раз, когда я забеременела серафимом, я уже 7 лет была вегетарианкой, и вдруг мне захотелось мяса, и как раз я тогда сдавала анализы, и мне показывают, что гемогловин упал, действительно, тело просто его просит. 2-3 эпизода, знаешь, как-то это все загрузилось, восполнилось, и тело это приняло очень спокойно, ну без каких-то, обычно, когда не кушаешь, ферменты же уже не вырабатываются, но потом полом тяжело и так далее, а здесь нет, тело было просто вот, готово, и вот у меня тоже после этого произошла определенная трансформация и переход в так называемое интуитивное питание, то есть да, основа это живая еда, но при этом иногда что-то еще может быть, ну единственное, что вот у меня, ну конкретно с костным бульоном например не сложилось, но мне стало очень интересно познакомиться с информацией, у меня к тебе такой вопрос, нет ли у тебя планов курс на эту тему сделать, потому что, мне кажется, это многим было бы интересно, и мне даже лично самой тоже, потому что, знаешь, ты прошла очень большой путь, и у тебя есть сухой остаток выводов, и научных, и опыта, и так далее, да, для кого-то проходить этот путь, прочитая все эти там десятки книжек, и через свое тело проводя, да, ну это более долгая дорога, чем если изучить уже с человеком, который это прошел, это я так мысли слышала. Ну классно, спасибо, спасибо, что даешь подтверждение тоже, что и так можно. Да, через свой опыт, я помню, это было уже обсуждение где-то в чатах, да, что ты не чувствуешь себя там, как бы вроде бы специалистом, но твой опыт, он тоже есть, он и есть, да, и можно делиться, так что мне тоже это интересно. Вот мы сейчас с тобой гуляли по твоему невероятному, очень красивому балийскому дому, одному из самых красивых, которые я здесь видела, и ты мне показала вашу библиотеку, где на полках огромное количество книг, связанных с саентологией. Могла бы ты немножко на эту тему поделиться? Кто-то считает, что это религия, кто-то считает, что это просто какой-то там контексты, какие-то знания, что это для тебя, для вашей семьи, как вы в этом оказались? Это тоже длинный путь. Был у нас с Димой за плечами очень много тоже переборов от буддизма до сизма, и было до того, что мы жили прямо в тайском ашраме, у Мантака Че учились, там тантру практиковали, настоящую тантру, Камасутру в оригинале читали, которая про 64 вида искусства, а не про позы для сексуальных утех. Ну, то есть вот прямо много-много искали, и искали, наверное, знаешь, такую философию, которая бы нам дала ответы на вопросы, за которыми, видимо, душа пришла сюда и искала, и не находя ответы, или находя какие-то разногласия в ответах, потому что в том же тибетском буддизме, если копать дальше и глубоко, начинаются определенные дихотомии, на которые, ну, как будто бы нет однозначного ответа, очень много интерпретаций, особенно если читать уже источники и смотреть, что там, ну, действительно, интерпретаций может быть много. И мы пришли вот в ходе этих поисков сначала к дианетике, потом к саентологии, которая называется «Наука о разуме» и «Наука о душе». То есть нам импонирует, что это, с одной стороны, наука, это подтверждено определенными исследованиями, они зафиксированы, их можно посмотреть, пощупать. Есть прибор, который показывает эти измерения, и есть в том числе система, на которой выстроена та самая линия философии, которая дает ответы на вопросы, ну, вот, которые, как будто бы мы всегда искали, но найдя, знаешь, внутри возникает такое ощущение, «О, так я же это все знала». То есть это настолько попадание вот в то, что мне, как душе близко, или вот в то, что я как будто бы хотела просто, чтобы кто-то это написал, и все было собрано в одном месте. Вот у меня в саентологии случилась такая история. Сказать, что это путь простой, я точно не могу. И то, что это для всех, или то, что это будет всем одинаково приятно, волшебно, или восхитительно, то есть нет, это, знаешь, такой путь раскапывания духовных книг или духовных трудов, которые иногда посложнее психологии. То есть сколько я изучала психологов и психотерапии, и коучинг, ну, то есть, естественно, все то, что обычно доступно, в принципе, западному человеку, сколько я изучала восточных трудов. То, что, как правило, нашему западному мозгу, мы все-таки больше западные, обычно трудно дается. Но вот здесь для меня как будто бы была агрегация, ну, или синтез всего. И вот сам автор, он тоже пишет о том, что это, по сути, родственная буддизму философия, и очень много, наверное, мировых таких религий, они стали предсечей. Самое главное, что для меня дало именно синтезологическое учение, что мы духовные существа, то есть нам не нужно в себе отдельно опознавать там тело и душу, и еще разум, это все есть. Но если сразу быть в состоянии, что я душа, я дух, который пришел на землю выполнять свои задачи, у меня есть тело, там в управлении, в содружестве, в партнерстве, у всех по-разному, у кого как. Есть разум, который подкидывает эти сценарии, ловушки, триггеры, импланты, ну, разные штуки, с которыми тоже нужно подружиться, или совладать, или обуздать, контролировать у кого как, или наоборот его, так скажем, интегрировать. Да. И вот тогда для меня становится все понятно. И понятно, что это все происходит не только текущую жизнь, но там на траке прошлых жизней, там все регрессологи об этом говорят, столько всяких опытов и ошибок, и уроков мы совершили, которые можно в этой жизни, ну, либо не повторять, либо сделать иначе, либо пройти путь по-другому, либо войти вот в этот самый настоящий путь души, таким, каким он предначертан, но чтобы следующую уже жизнь как-то пройти в гораздо лучшем состоянии или воплощении. У меня, по большому счету, не было никаких таких значительных знаний, представлений о саентологии был один опыт, когда у меня был клиент, у которого с его слов, ну, вот в его картинке, да, произошел определенный развал жизни, когда он начал изучать саентологию, опять же, на то могли быть кармические причины и так далее, да, но представление было, что это такая, ну, средней секте какая-то история, да, вот из твоего опыта, что ты на эту тему скажешь? Ты знаешь, да, и много, там, если погуглить, например, очень много негативных публикаций и на Западе какие-то разоблачающие исследования, в России она вообще признана экстремистской и запрещена, ну, то есть, это много недовольных, так же, как много довольных, и интересно, что саентология на Западе выигрывала все суды, то есть, ни разу, ни одно дело не было доведено до вот какого-то там уголовного преследования или там публичной порки, но, да, такие действительно очень часто всплывают, ну, как скандалы, триггеры, расследования. Что там за контекст такой? Ты знаешь, я думаю, что там столько много триггеров и столько много поводов за что-то зацепиться, но, во-первых, эти услуги стоят недешево, то есть, это вход не для всех. Везде, где появляется тема денег, ну, это же, церковь это очень удобная форма, в том числе для оптимизации налогов и в том числе, чтобы, ну, например, было меньше нападок со стороны той же католической церкви, ну, и в Штатах это была оптимальная форма, чтобы, ну, вот сделать, для меня это больше тренинговая организация, это больше такой путь духовного роста и возможность получить развитие по книгам, лекциям, тренингам, как я бы это сделала в учебном заведении. Только здесь мы изучаем такую дисциплину, которая называется душа или разум, или вообще твоя жизнь. И везде, где появляется тема денег, конечно, будет триггерить, там слишком много зашито и программы, и ошибок, и ожиданий, да. И, конечно, когда ты платишь большие деньги и, возможно, не получаешь какого-то результата, а это же, вот как ты говоришь, да, это могут быть свои уроки, это может быть не тот цикл, это может быть не та жизненная фаза или неготовность человека самого принять. И в саентологии еще есть очень важная такая честность, я бы назвала это, это возможность быть причиной, то есть все, к чему, по сути, на этих ступенях духовного роста ведет человека, это быть больше причиной, чем следствием. И мы, к сожалению, часто падаем вот в эту жертву или вот в это вот следствие обстоятельств, потому что так проще. И проще сказать, что меня там, не знаю, завели все, кто или обманули, или там не дали мне той услуги, на которую я рассчитывала, или взяли слишком много денег, чем сказать, это я сам был причиной, это я сам завел себя в такую историю, ну и вообще, кто может на тебя повлиять или кто может пойти против тебя, если ты не принимаешь такого решения, если ты остаешься в решении быть хозяином своей жизни и быть создателем этой игры. Я думаю, что есть еще один фактор, и мы тоже с тобой об этом неоднократно говорили, в мире все есть в балансе, и нету плохого и хорошего, нету темных сил и хороших, но все-таки есть силы, которые являются контрсилами по отношению к тем, которые явно созидают. И так как саентология как раз категорически выступает против этих контрсил, я могу тоже вещи называть своими именами, и, например, благотворительные организации, которым мы много помогаем, которые, например, борются с такой проблемой, как трафик людей, трафик детей, огромная проблема в Мексике, огромная проблема в Индонезии, я тоже это раскапывала, ну и чтобы там не сгущать эти краски, не буду сейчас, это такая чувствительная для меня тоже тема, но, по крайней мере, как-то я могу на это влиять, я как-то могу туда помогать. Так вот, есть контрсилы, которые, понимая, ну, то есть, занимаясь вот этими вот всеми делами, там, трафик наркотиков и все такое прочее, конечно, будут гасить тех, кто сильно против, а в саентологии же очень четкие постулаты, там, отказ от любых веществ, которые замутняют сознание, ну, то есть, ты не можешь быть саентологом, там, употреблять алкоголь или наркотики, или заниматься какими-то преступными деятельностями, то есть, этика там прямо подводит такую жирную черту под всем тем, как ты раньше смотрел на свой опыт, если там хоть какие-то были грешки или что-то, ну, и в том числе Димина решение о том, что вот он теперь играет на таком уровне игры, оно связано, конечно, с этим, то есть, если говорить о практических выкладках саентологии, ну, вот я получила мужа, который сам пришел и сказал, что там хочет быть еще там на все следующие воплощения верным, это его выбор. А сколько лет вы в этом уже? Сколько времени? Около 3-4 лет, и первый этап, когда ты входишь, это программа очищения на уровне тела, то есть, начинается все с тела, освобождение от всех следов, химических загрязнений, в том числе, например, приема фармы и, ну, каких-то синтетических таблеток, но с этим связано, например, мое нежелание Диме давать, ну, вот гормоны, которые его, по сути, ну, это тот же легальный наркотик, просто, это... Тоже избегание ответственности своего рода. Да, 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 а можно попробовать по-другому, а можно взять управление в свои руки. Ну, интересный, да, совершенно для меня новый взгляд. А как ты уверена, как ты можешь быть уверена, что те благотворительные организации, которые озвучивают, что они что-то делают, что они действительно это делают, потому что, ну, мы все знаем эти случаи, когда благотворительная организация, которая помогает детям в каком-то странном государстве, на самом деле этим же трафиком и занимается, мы все знаем эти истории. Вот откуда ты прям знаешь, что ты не спонсируешь, что против чего борешься? Ты знаешь, у нас просто, это саентологические организации, которые основаны саентологами, я понимаю, по какой этике они работают, но то есть они просто не могут быть в саентологии, потому что это проверяется, ты всегда сдаешь эту программу этики, ты всегда говоришь об этом, и помогая деньгами, мы еще участвовали вот с моими девчонками, с моими дочерьми, волонтерские, то есть когда мы вот в Штатах там жили, учились, мы прям приходили, и когда там прошел один из мощных ураганов, мы собирали ручками наборы первой помощи, сами развозили, то есть я это прям все видела, ну то есть когда ты проходишь лично, ну и в том числе я это показываю детям, и вижу, насколько люди вкладываются, насколько они там на свои деньги закупают, это и привозят, и там я видела этих самих людей, которые стояли, которым это нужно, вот, то там я смотрю, отчеты, окей, отчеты можно проделать, поделать, но когда я смотрю, что люди действительно, они по сути делают целые бизнесы, или наоборот, отказываются от активной бизнес-деятельности, потому что они встают на другой путь, это уже какой-то уровень, который даже мне пока что не подвластен, и не понятен, ну то есть я еще не достигла такого уровня просветления, или духовного созидания, чтобы отказаться от какого-то собственного процветания, да, или преуспевания, у меня еще все-таки такой социальный этап, там, дом построить, не знаю, землю, что-то, это не, ну скажем так, 80% на 20, да, где там 20, я могу отдавать, например, благотворительность, а я вижу людей, у которых 99 на 1, ну то есть там 1% они для себя оставляют, для жизни, ну, чтобы как-то было комфортно, и все остальное просто отдают для того, чтобы решать глобальные проблемы человечества, чтобы вот с этим, ну, бороться, или жить, или помогать, чтобы самим туда приходить ручками, а не просто отдавать деньги, и вот это, конечно, во мне вызывает безмерное восхищение, как правило, это все люди старшего возраста, и с большим опытом, чем у меня, чем у нас, и с несразмерно большими объемами денег, то есть которые пропустили через себя больше ресурсов, и сделали вот такой выбор, что сейчас, еще пока в рамках этой жизни, их выбор, это вот помогать решать задачи, делать эту планету чище, меня очень вдохновляет этот пример. Какая проблема человечества, вот как ты видишь на сейчас, самая сильно влияющая, самая значимая, такая вот, которая тебя за живое цепляет? Наркотики, любые вещества, подавляющие разумность и сознание, то есть все, что замутняет разум, и делает его не свободным, не принадлежащим духу и душе, ну, то есть делает, по сути, из людей не людей, и со всеми последующими выводами, то есть все, что происходит, ну, негативного, не человечного, не созидательного, не этичного, это точно измененная фаза сознания, и вот мне кажется, это тем, что точно нужно искоренять. Ну, а где-то они, наоборот, легализуются, всячески поддерживаются. Ну, да, и тоже вопрос, почему, что это за сила такая, почему это выгодно. Мы сегодня с тобой столько разных тем, что мне кажется, это интервью, наверное, при просмотре нужно в несколько заходов это делать, столько миров дверей мы открыли. Есть ли что-то еще, что тебе в завершение хотелось бы добавить, что-то недосказало, или какое-то напутственное слово тем, кто нас смотрит и досмотрел до конца. Хочется сказать, вот ты меня спросила, какую проблему, я считаю, самой глобальной для человечества, или самой первичной, вот с которой нужно бороться, ну, или не мириться, или просто, ну, с которой не нужно соглашаться и пускать эти вещи на самотек. И вот, также, если бы ты меня спросила, какая глобальная задача у человечества, или, может быть, какое напутствие я бы дала, ну, не считаю себя возможной давать напутствие, окей, просто поделиться своим мнением или своим видением. Мне кажется, что эта задача исследовать свою душу, себя как душу, и максимально давать себе возможности прожить все опыты. Научиться не делить мир на хорошее, плохое, темное, светлое, там, хорошую полосу жизни или плохую полосу жизни. воспринимать это как тот опыт, который, наоборот, нужно встречать с распростертыми объятиями и видеть в этом те уроки, те задачи, те возможности, которые мы, как душа, можем обрести. Видеть в этом роскошные дары. Это как у Генри, дары волхвов, когда она обрезала свои роскошные волосы, чтобы подарить ему цепочку для часов, а он заложил свои часы в ломбард, чтобы подарить ей прекрасный гребень, и она расчесывала свои волосы. И вот они приходят в момент Рождества, чтобы обменяться этими подарками и понимают, что время упущено или возможности упущены, и что дальше там. О Генри бросает этот рассказ, и мы можем его только домыслить. Идут ли они дальше рука об руку и вспоминают эту историю с усмешкой, или это становится поводом для расставания и непонимания друг друга. Мы не знаем, как эти герои поступили, но это, как мне кажется, такая интересная метафора посмотреть, а где мы эти дары волхвов действительно опознаем дарами, где мы не изменяем своей мудрости, чтобы увидеть в этом ценность. Да, где мы из тьмы распаковываем еще больше силы и света, и видим, что это одно в другом и одно из другого. Ну, вот как в символе иньян, да? Одно бесконечно перетекает в другое. Да, у меня тоже приходит иньян. Спасибо тебе огромное. Невероятно, у нас глубокая беседа получилась с массой, на мой взгляд, ключей. Дорогие мои, пожалуйста, поделитесь, как вам наша тема. Я знаю, что мы много триггерных тем затронули. Какие впечатления, какие, быть может, какие-то основные ключи вы для себя обрели, раскрыли, осознание. Может быть, вопросы остались. Пишите под видео, делитесь. Очень-очень интересно. И, Катюша, благодарю тебя безмерно за твою открытость и готовность емко и глубоко передать сегодня столько смыслов, которые, на мой взгляд, будут еще, знаешь, как такая, под круги на воде, будут еще долго-долго эхом в жизнях людей запускать какие-то переоценки. Катюша, спасибо тебе за возможность, за канал, за твоих очень особенных людей. Я это всегда очень ощущаю и понимаю, что к тебе приходят те, кто готов, те, кто созрел и те, кто уже на пути трансформации. И ты как мастер сама, как мастер мастеров, просто непередаваемо волшебным, бережным образом это запускаешь. Всегда очень аккуратно, деликатно, вот так, как истинный гурман, как шеф-повар, даешь возможность прочувствовать эти вкусы. И для меня было таким большим комфортом сегодня этим делиться. Такое пространство, которое ты создаешь, которым хочется делиться, и чтобы это было ценностью. Благодарю. Спасибо. Спасибо, дорогая. А мне отца хочется. Да, мне тоже. Спасибо.